В эфире Дороги к Свободе. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. С вами Виталий Портников. Наша программа выходит как раз накануне Дня независимости Украины, 24 августа. И мы решили поговорить о том, как менялось за эти годы украинское общество, которое как раз в это время, 24 года назад, узнало о решении своего парламента проразгласить государственный суверенитет страны. За этот суверенитет еще предстояло проголосовать спустя несколько месяцев, 1 декабря 1991 года. Мы пригласили в нашу студию одного из известных украинских ученых, человек, который может реально посмотреть на это украинское общество в разрезе последних десятилетий. Это академик Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины. Здравствуйте, Элла Марленовна. Добрый день. Вот я очень хорошо помню, что как раз 24 года назад, когда я присутствовал на заседании Народной Рады оппозиции в украинском парламенте, которая вдруг внезапно переставала быть оппозицией, становилась чуть ли не большинством, тогда самые серьезные дискуссии были относительно того, можно ли проводить референдум, который подтверждал бы акт независимости Украины. И многие участники дискуссии говорили, что нельзя, что общество к этому не готово, что, скорее всего, общество отвергнет этот акт. И в этом смысле, кстати, удивительно, что украинские национал-демократы были очень близки к Михаилу Горбачеву и Борису Ельцину, которые тоже были абсолютно убеждены, что российские, и как и многие россияне, что украинцы обязательно этот акт о независимости отвергнут. Но вот этого не произошло. Мне кажется, что с этого момента начинается странность в украинской социологии. Они немножко раньше начались. Если вы помните, в марте, когда был знаменитый референдум Лукьянова... В марте 91-го года, да. И когда стоял вопрос, совершенно казуистическим образом заданный, хотите ли вы жить в обновленном союзе, мы дружненько сказали, что да, хотим. Потому что альтернатива была совершенно другая. Мы понимали так, что либо обновленный союз, либо тот, который был. Ну, хотели обновления. А потом, в общем-то, возобладало то, что... То, что потом очень точно, кстати, сформулировал Кучма, Украина, не Россия. Вот стремление к обособленности, оно возобладало. И, в общем-то, ведь Кравчук тоже был уверен в том, что проголосуют в поддержку акта. Да, он был уверен в том, что он говорил, даже не надо сомневаться. И я спрашивал, на каких вообще основаниях базируется эта уверенность. А вот, понимаете, вот свойства политика. Либо он чувствует настроение своего народа, либо не чувствует. Заменить это ничем нельзя, абсолютно. Никакими социологическими раскладками, ничем. Ну, в общем-то, социология тогда не опроверг... Ну, та социология еще, вы же понимаете... Властно-социфическая, да. С какими особенностями она работала. Но, тем не менее, она не отвергала того, что украинцы проголосуют за независимость. Но, тем не менее, вот очень важно понять, каким было тогдашнее голосование. Все-таки политическим или экономическим? Ведь я очень хорошо помню, что вся поддержка референдума, она базировалась на идее, что мы будем очень хорошо жить, если будем сами. На самом деле, я недавно даже где-то об этом написала. В общем-то, народ ведь обманули. Если вы вспомните все лозунги, которыми тогда были обклеены все транспортные средства. Я имею в виду троллейбусы, метро и так далее. Все было, кто съел наше сало. Мы кормим весь Союз. Как только мы отделимся, мы заживем просто, как в Швейцарии. И немедленно. И люди в это поверили. Люди поддались на это. То есть тогда это было не столько стремление к свободе, сколько стремление к благосостоянию. После этих голодных последних лет. Совершенно верно, да. И ведь на самом деле в Украине было все-таки лучше, чем в России. Те, кто ездил в командировку в Россию, я не имею в виду в Москву, а вот куда-нибудь туда, за Свердловск, то это уже было совершенно другое ощущение. Я помню, когда я ездила тогда, что же по командировкам, ну, в общем-то, за Тюмень заедешь. Это все катастрофа. Там вообще ничего не было. Мы это все хорошо помнили. В Украине такого никогда не было. Потом опять же, ну где вы видели украинскую сельскую семью, в которой бы не было своего кабанчика, своих курочек, своих яичек, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это все у нас было. И люди поверили в то, что действительно будут жить хорошо. Будут жить лучше, чем если останутся вот с какими-то там довесками. И, в общем-то, это была первая такая дилемма. Свобода или благосостояние. Вот сейчас мы до сих пор живем в условиях этой дилеммы. И когда мы опрашиваем население, вот я, допустим, всегда смотрю, сколько голосуют, грубо говоря, за колбасу по 2,20, и сколько голосуют за свободу. Потому что вот это самое важное, самый важный водораздел в Украине. Мне кажется, что этот водораздел, кстати, подтверждается тем, чем оперируют люди, обсуждающие проблемы возвращения Крыма. Вы знаете, Крым обязательно вернется, если мы будем лучше жить. А мне кажется, что это очень странное отношение к собственной государственности. Потому что во многих странах люди готовы хуже жить, но жить в своей собственной стране. В той стране, которую они считают своей. И наоборот. Люди, которые живут плохо, не стремятся в другое государство. Сравните жизнь в Абхазии и в Аджарии. Ничего не нужно. Просто с Уфуми и Батуми. Очевидно, просто на фотографиях. Вы видели очередь из Абхазов, которые рвутся в Грузию? То есть не так все просто. И в общем-то в Союзе это воспитывалось, наверное, десятилетиями. Но я не хочу сказать, что Абхазия за свободу. Нет, абсолютно. Абхазия просто за свое отъединение от Грузии. Те люди, которые остались в Абхазии. Ну конечно, я об этом говорю. То же самое сейчас в Донбассе. То же самое в Крыму. Мы очень много можем говорить о том, как и почему Крым перестал быть украинским. Де-факто. Но ведь на самом деле, я же хорошо помню, когда приезжали, я даже не говорю о Севастополе, я говорю просто о ЮБК, как коренные крымчане всегда себя отъединяли от Украины. Они не присоединяли себя к России, вот этого не было. Но ровно как и Донбасс. Вот многочисленные мониторинги, когда задают людям вопрос, кем вы себя прежде всего видите? Там, жителем Украины, гражданином Украины, жителем своего региона, жителем своего города или села? В Зонбассе всегда превалировало региональное сознание. Совершенно. Нет, ну его не было больше, чем граждан Украины. Но процент тех, кто считал себя жителем своего региона, прежде всего, был гораздо выше, чем во всех других регионах, за исключением Крыма. То есть в Крыму это региональное сознание всегда было еще выше? Нет, не выше. Но оно было примерно на одном уровне с Донбассом. Мы построим такую не то, что кривую, но как раз такую разделительную линию, что в 91-м году все эти люди, те, которые жили, условно говоря, во Львове, те, которые жили в Киеве, те, которые жили на Донбассе, те, которые жили в Крыму, они проголосовали за благосостояние. 100%. Все. Практически. Ну, может быть, за исключением западных областей. Да, да. Те, для которых это было критично, там и так далее. Кто жизни свои отдавал за это. Нет, ну, может быть, мы можем сказать, что Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская области, где были большинство народного руха, что они все-таки были больше за государством, чем так. Конечно. Особенно Тернопольская. Кстати, не только. Волынская область. Но голосование, тем не менее, в общем, за исключением этого не очень большого региона страны, оно было вот таким голосованием за благосостояние. А потом эти кривые, эта линия стала расходиться. То есть, вот Крым и Донбасс, они, возможно, другие какие-то области, востока страны, они оставались приверженцами этого благосостояния, в то время как крен приоритета в других областях смещался в сторону свободы, скажем так, в сторону собственной государственности. Я бы сказала, в сторону собственного достоинства. В сторону собственного достоинства. Вы так это определяете? Вот мне кажется, что так все-таки. Уж очень сильно не хотелось быть периферией в большом государстве. Очень сильно не хотелось. И вот это давлело в общественном сознании. По крайней мере, так вот, как я это вижу по результатам различных опросов. Но тогда возникает вопрос, что тут все-таки первично? Готовность строить собственное государство или отвращение к периферийности? Скорее отвращение к периферийности. Все-таки, да? Мне кажется, что скорее отвращение к периферийности. Понимаете, вот за всю историю, если посмотреть всю историю Украины, мы очень часто поднимали восстания против поляков, против русских, против кого угодно. Но практически ни разу нам не удалось построить собственное государство ведь. Ну, я не беру сейчас времена Ярослава и Владимира. Давайте в более недавнее прошлое обратимся. Да, времена, скажем так, цивилизованного государственного строительства. Да, да. Вот у нас оно не получалось. И не получалось, трудно даже сказать почему. Какое-то время было популярно такое выражение, что где два украинца, там три гетьмана. Ровно так же и среди поляков оно было популярно. В Польше до сих пор говорят о двух Польшах, о разъединении общественного мнения. Но, тем не менее, для поляков вот Польша, вот Польша, единая Польша, она очень много значит для всех. И причем это было и во времена Союза, и со стороны самых разных слоев это ощущалось. Я просто, когда вы говорите об этом отвращении к периферийности, начинаю думать как-то не странно не об Украине, а о России. Потому что ведь в России тоже тогда, можно сказать, по тем же самым критериям могут быть территории, у которых есть отвращение к периферийности. Я думаю, что оно есть. Я думаю, что оно есть. Этого не может не быть. Когда в стране есть какой-то очень ярко выраженный центр, центр всего, государственности, культуры, благосостояния, это неизбежно. То есть для Украины это была Россия, а для россиян это может быть Москва, условно говоря, центральная Россия? Естественно, естественно. И тут возникает... В первую очередь Москва. Вот я почему очень не люблю все сравнения социальные, демографические, экономические с Россией. Потому что в России есть Москва, есть Санкт-Петербург, есть, ну, может быть, еще Екатеринбург и есть все остальное. Но тогда не кажется ли вам, что как раз за эти десятилетия Украина из такого государства, в котором всегда было несколько цивилизационных центров, это и Киеве, Харькове, Днепропетровске, Донецке, Одесса и Львов, превратилась в государство все-таки излишне централизованное по такому российскому принципу? Вы знаете, это было... Какое-то время было так, а потом стало меняться. Вот я на прошлой неделе была во Львове. Я совершенно спокойно, совершенно уверенно могу сказать, что Львов это культурная столица Украины. Это очевидно. Вот просто когда общаешься... Ну, я со своими коллегами, сотрудниками Академии наук общалась. Они другие, они по-другому разговаривают. Я не имею в виду акцент. У них мысли другие, они гораздо меньше, чем, скажем, мы, озабочены сиюминутными вопросами. Они в состоянии поставить по-другому проблему. То есть это действительно культурная столица. Я уж не говорю о том, в каком состоянии Львов. Я там бумажки не увидела нигде на улице. Академик Алла Лебанова в программе «Дороги к свободе», которую ведет для вас сегодня Виталий Портников. В любом случае... Техническая столица, бесспорно, является Харьков. И сейчас. До сих пор? Конечно. Ну, конечно. Особенно после того, что промышленность в Киеве практически исчезла. Тогда столицей чего является Киев? Коррупция и власть? Нет. Киев является столицей страны. Вот со всеми вытекающими отсюда прелестями и недостатками. Если вот мы поговорим о том, как люди все-таки изменяли свое отношение к государству за эти годы, все-таки что было главным? Вот вы говорили об отвращении периферийности. Были ли какие-то моменты, которые все-таки разъединяли регионы по-настоящему или объединяли? Вот что это? Было язык? Да нет. Язык вообще-то никогда не было проблемой. Вы знаете, когда вот началось это переселение с Донбасса, мы проводили несколько обследований, опросов. Мы очень боялись, что жители Донбасса не смогут приноровиться. Ну, в Киеве, да вообще в Украине, очень мало сейчас садиков русскоязычных, очень мало школ русскоязычных. Никто это не делал целенаправленно. Но, само собой, если родители считают нужным учить ребенка на украинском языке, то, понятное дело, что русская школа уже не пользуется таким спросом. И мы беспокоились, что будут проблемы. Знаете, ни на одной фокус-группе этого вопроса даже не возникло. То есть дети шли в украиноязычные садики, дети шли в украиноязычные школы, проблемы не было. Эта проблема языка, она насаждена искусственно была. Тем более, ну, а кто когда запрещал говорить на том языке, на котором ты хочешь? Тогда что является проблемой? Я думаю, проблемой является, вот, знаете, у нас по-разному... До тех пор, пока регионы не имеют самостоятельность, я не имею в виду регионы области, я скорее имею в виду более низкий уровень. До тех пор, пока все идет через субвенции из центрального бюджета, возникает вопрос, где строить школу, где строить дорогу, где строить больницу, куда распределять средства по программам. И очень часто, откуда была власть, тот регион больше и получал. Ну вот, в частности, наши депутаты до сих пор не стесняются гордиться тем, что вот я построил дорогу в свое село. Ну что значит ты построил? Ты своих денег, что ли, построил? Значит, чем больше при власти было, ну вот, скажем, последний, вот, Майдан, то, чего не поняли на Донбассе, действительно не поняли. Большинство тех людей, которые выступили против, они не поняли этого. Они посчитали, что их обманом лишили их власти. Они считали Януковича представителем своего региона. Ну, не безосновательно, конечно. Ну, если все правительство Украины власти составлено из выкации из Донецкой области. Они считали, что это была их власть, и вот их лишили власти, их власти. А значит, и всех тех субвенций, которые были с этой властью связаны. Совершенно верно. Более того, очень интересно, вот я сейчас вспомнила такая деталь. Мы часто спрашиваем людей, вот, как вы считаете, вот, стоит уезжать из Украины или не стоит? И я когда-то посмотрела, ну, как это дифференцировано по территории. Так вот, во времена Ющенко Восток очень сильно рвался к переменам, вплоть до перемены страны. Вместо жительства, да? Перемены страны, не просто, там, переехать в Киев или куда-то еще. А вместе с регионом пересоединиться к России. Нет, самому уехать с Украины, просто уехать с Украины. А когда стал при власти Янукович, картина изменилась точно сюда воборот. Гораздо больше жителей Западной Украины стали думать об эмиграции. Но это получается, что та власть, которую становил Виктор Янукович, отвечала экономическим потребностям жителям Востока? Не только экономическим, всех других. Вот при Януковиче своими себя чувствовали жители Востока, при Ющенко своими себя чувствовали жители Запада. А тогда при нынешней власти кто себя чувствует своими? Хороший вопрос. Но это важный вопрос? Я думаю, Киев. Именно Киев, да? Да. Вот мне так кажется. Но этого мало? Нет, конечно, мало. Я имею в виду Киев и Центральную Украину. Тут, насколько я вижу, наименьшая степень недовольства. То, что население сейчас утрачивает энтузиазм после революции достоинства. Но это понятно. Это было неизбежно совершенно. Потому что тоже люди, кстати, как в 1991 году считали, что после революции наступит быстрое улучшение жизненного уровня. Совершенно верно. Просто вот все и сразу и завтра. Всего-всего, много-много и сразу-сразу. Но, знаете, есть еще один такой, если мы уже говорим о регионах, есть такая особенность украинская. Я бы ее назвал особенностью блуждающего второго центра. Вот в России мы понимаем, что второй центр — это Санкт-Петербург, да? Так или иначе он играет такую роль. Не согласны? Не всегда. Ну, можно тоже обсудить. Да, иногда Свердловск. Ну, Екатеринбург, да. Ну, вот я имею в виду исторически. Все-таки Санкт-Петербург — это столица империи. Ну, конечно. Исторически, конечно. Москва была вторым центром. И Санкт-Петербург, да. Тут как-то все странно, что я очень хорошо помню, что Днепропетровск был вторым центром Украины, начиная чуть ли не с 30-х годов, 20-го века. Когда даже была ситуация, когда первым центром Днепропетровского обкома партии был вторым центром ЦК КПБУ, а потом уже в наше время, как говорится, Брежнева, Дащербинский, нельзя было стать первым центром ЦК, не побывав первым центром Днепропетровского обкома. И так продолжалось при Кучме. Понимаете, на самом деле, это не столько блуждающий центр, сколько это действительно уникальное значение Днепропетровской области для Украины. Понимаете, это область, в которой есть все. Там есть промышленность, там есть очень мощное сельское хозяйство, там есть студенчество, там есть наука. То есть там есть все, там есть транспортные узлы. Но ведь сегодня, Днепропетровск, не второй центр. Вот я почему начал об этом говорить. Вы вспомнили о Донецке. При Януковиче же Донецк был вторым центром. Да, конечно. Ну, ситуация налицо, да. На самом деле Днепропетровский имел все шансы стать вторым центром, если не первым. При Януковиче? Да нет, при сейчас. При Януковиче имел, но почти стал при Коломойском. Ну вот я на это и намекаю. Уже был, да, что-то намекать надо сказать. Был второй, но теперь перестал. И вот возникает розыск, что Украина сейчас в этом равновесии находится в поиске второго центра. Я не думаю. Я думаю, что сейчас Украина пытается выстроить некую разновекторность. В том плане, чтобы вот своеобразным центром была Одесса. И я надеюсь, что это будет так. Если удастся из Одессы сделать витрину, это будет очень хорошо для всей страны. Бесспорно, культурным центром является Львов. Техническим центром сейчас, понимаете, трудно сказать. То ли это будет Днепропетровск, то ли это все-таки останется Харьков. Днепропетровск имеет все шансы перетянуть на себя. Особенно, если в Харькове не будет сильного губернатора. Понимаете, очень многое зависит от первого лица в регионе. Очень многое. И если в регионе сильная власть, местная власть, я имею в виду, тогда он развивается по-другому. А если в регионе власть, которая то ли чего-то боится, то ли в чем-то уязвима, то ли еще по каким-то причинам не играет той роли, которую она должна была бы играть, то вот тогда получается. Вот поэтому я не знаю, как будет в Харькове. Я действительно этого не знаю. Ну, это, кстати, зависит очень сильно и от местных выборов. Мы посмотрим, какие будут результаты местных выборов. Конечно, зависит. Очень много зависит. Потом, вы не забывайте, в Харькове специфическая ситуация. Это регион, который принял наибольшее количество переселенцев. Я понимаю, что переехали в основном люди-патриоты Украины. В основном. Ну, из Донецкой и Луганской областей, да? Да, да. Со всеми особенностями этого региона. А действительно так отличается региональное осознание Донбасса от регионального осознания Харьковской области? Да нет. Как это говорят? Нет. От Харькова нет. От Запада, да. От Харькова нет. Причем, понимаете, там... Я бы говорила даже не о региональном создании, а я бы говорила вообще немножко о другом. Там в основном крупная промышленность. Там люди работают в крупных коллективах. Там люди привыкли, что есть хозяин. И не важно, это хозяин директор завода государственного или частного завода. Или есть у него... Кто-то отвечает за процесс. Совершенно верно. Там привыкли к тому, что на крупных предприятиях есть крупная социальная база. Там всякие базы отдыха, там то, сё, пятое, сорок пятое, детские сады, больницы и всё остальное. Это всё есть при коллективе. А Западная Украина, она совсем другая. Там даже сервис ведётся по-другому. Обратите внимание, во Львове не так много гигантских этих магазинов, которых полным-полно в Донецке было. А в Донецке маленьких... Ну, это не менее, там есть супермаркеты, да? Просто во Львове, как в любом европейском городе, остались лавочки. Конечно, конечно. И более того, они очень успешно развиваются. Посмотрите на львовские ресторанчики. Как правило, они небольшие. Вот гигантомании во Львове нет и никогда не было. Ну, Львов ведь ещё даже не миллионник, с другой стороны, вам скажут. Ну, и что из этого? Донецк тоже уже был не миллионник. Львов никогда не был миллионником, а Донецк перестал быть миллионником. Так что дело такое. Я была в Донецке под конец уже миллиона. А всё же, вот если говорить о том, как вы представляете себе развитие, вот что может выйти из нынешних настроений украинского общества, из этой неудовлетворённости, из этого очевидного непонимания точно, куда двигаться, чтобы достичь наилучшего результата? Где-то всё есть сейчас? Есть какая-то растерянность? На самом деле, какие-то очень маленькие росточки появляются всё-таки. И реформ, и всего остального. Я бы сказала, что мы слишком многого ждали от новой власти. А новая власть была поставлена в ужасные условия. Новая власть получила страну насквозь коррумпированную. Вот когда разговариваешь с работодателями, они на словах все за то, чтобы всё было хорошо, и не было никакой коррупции, и так далее, и так далее. Но когда в очень доверительном разговоре я задаю вопрос. Скажите, а если, допустим, единый социальный взнос снизят даже до 20%, вы что, будете его платить? Они начинают мяться. Ну, вы же понимаете, нам нужны наличные деньги. Ну, о чём дальше говорить? Разве у нас милиционеры так уж сильно вымогают взятки? Или мы сами в правах всовываем купюру? То есть, в общем-то, вот эта коррумпированность общества, она всех устраивала. И когда сейчас пытаются определённые слои её сломать, то тем самым они ломают устоявшийся порядок. И, в общем-то, не очень понятно, каким он будет другим. Когда коррупционные схемы не будут работать. А что будет работать? Ну, вот я об этом и хотел, собственно, спросить. Потому что мне кажется, что есть смысл ломать коррупционные схемы, когда меняются сами правила введения экономики. А в условиях, когда существует законодательство, побуждающее коррупцию, то коррупция – это, естественно, двигатель экономики. Другого не существует. Что было раньше? Яйцо или курица? Ну вот. Вот понимаете, тут с чего-то надо начинать. А вопрос там, заинтересовано ли общество жить таким образом, чтобы коррупции не было? Я думаю, что при условии соответствующей разъяснительной работы общество это примет. А разъяснительная работа должна тогда включать, по идее, с констатацией такого факта, что без коррупции общество будет жить беднее. Да, это надо объяснять. Вот есть контрабандистские регионы знаменитые. Не, ну понятно, так это всё приграничении. Закарпатия, Одесская область, зона антитеррористической операции. Да ну всё, о чём вы говорите? Всё приграничивает. Мы прекрасно понимаем, что если уничтожить контрабанду, люди, которые там будут жить, будут жить в разы беднее все. Даже те, кто никогда в жизни ни одного пакетика не привлечит. Да, потому что денег в районе будет меньше. Это понятно, конечно. Вот это надо объяснять, и нужно показывать, для чего это необходимо. Понимаете, у нас власть никогда не пыталась говорить с народом. Никогда. В лучшем случае это делали за власть эксперты. Это в лучшем случае. Сейчас уже, в общем-то, отстраниться не получается. Хотя бы потому, что есть социальные сети, есть интернет. И, ну, не будешь объяснять, за тебя всё объяснят. Это не то, что две программы на телевидении. Это уже начинают понимать. Кстати, первым это понял президент. Слава богу, он начал обращаться к народу. Потом это начал делать премьер. И, слава богу, начали появляться министры. Да, они плохо появляются, да, мало, да, из рук вон плохо объясняют, что они собираются делать. Да, ошибка на ошибке, которую исправляют. Но, тем не менее, исправляют. А тот диалог, который у вас сейчас присутствует, опять-таки, если общество готово к диалогу это воспринимать, то да. Если есть всё-таки желание услышать то, что люди, то, на что люди настроены, это тоже большая проблема. Я вот по собственному опыту знаю. У меня есть там контакт с читателем, да, и я замечаю, что читатели всё время говорят, что я мало пишу об украинских проблемах. А я много пишу об украинских проблемах, я знаю. Но я пишу не то, что они хотели бы услышать. И они, таким образом, эти тексты просто пропускают или какие-то выступления. Ну да, да, да. Читают то, что им понятно. Да. И таким образом, действительно, я тогда оказываюсь журналистам-международникам. Потому что прочитать о проблемах украинско-российских отношений и принять это гораздо проще, чем когда ты говоришь, вы знаете, у нас само общество не дозрело до реформы. Человек не хочет этого знать. Он хочет услышать, что власть плохая. Ему неприятно это знать. Ему неприятно знать то, что он сам работает не так, как надо. Ему неприятно знать то, что... Ну вот скажите, пожалуйста, ну, в Германии когда очередь на троллейбус, на остановке стоит? В 6 утра? В 6 утра, конечно, да. У нас когда? В 9. В 9, да. Когда у нас вечером идут с работы? В 6 очереди. То есть работаем мы в лучшем случае с 9 до 6. Это в лучшем случае. Но зато мы работаем, в отличие от европейцев, в круглые сутки, если хотите, у нас не закрываются магазины, у нас работает вся сфера обслуживания, у нас по субботам и воскресеньям можно зайти всюду, куда хотите, в то время как европейцы отдыхают. Ну да, в Австрии, конечно, этого не сделаешь. Да, или в Германии. Так что тоже проблема. Ну, в Штатах работают. Да, в Штатах работают, это правда. Потому что там другое трудовое законодательство. Совершенно верно. Совершенно верно. Но я просто к чему веду? Либо мы сами начнем работать и жить так, как мы хотим, либо мы будем это делать из-под палки, но мы все равно будем это делать. Вот скажите мне все-таки, как социолог, украинское общество сегодня пытается оттолкнуться от российского, да, сейчас? А вот насколько оно на него похоже? Вы знаете, не очень похоже. Не очень. На самом деле не очень. У нас гораздо сильнее вот культ хозяйственности. Украинцы гораздо более хозяйственные. Вы много видели украинских сельских дворов без садочка? Я вам расскажу тогда в ответ историю, очень смешную, которая когда-то произошла с моей покойной бабушкой со мной. Я приехал на фестиваль, посвященный юбилею. Это даже не был день рождения Сергея Лемешева, великого русского тенора. Каждый год проходит фестиваль его памяти. Очень хороший фестиваль, кстати, в Тверской области, его родном селе. Туда специально дорогу провели. И понимаете, что Сергей Лемешев родился в полной глуши. Он же такой настоящий с оборотом. Ну да, да, да. И очень ухоженное благодаря этому фестивалю село. Я считаю, что вообще там действительно и Тверская филармония, учреждение культуры Тверской области много сделали, чтобы в это оформить. И как раз когда я был на этом фестивале, позвонила моя бабушка мне из Киева. И я ей вот говорю, ты знаешь, я тут в селе, это день рождения Лемешева, а Лемешев, естественно, это певец поколения моей бабушки. Ну конечно. И тут бабушка мне говорит, ты в селе, в родном селе Лемешева, а что там растет в саду? Это такая... Ну это как будто бы естественный вопрос. Ну конечно. И я оказался в замешательстве. Ну да. А вот украинская села такое, вы можете себе представить? Не могу, да. Но это же вопрос природных условий. Нет, это не вопрос природных условий. Абсолютно не только. В Волынской области, поверьте, земли очень неплодородные. Зайдите в любой дом. В любой. Ну тогда может быть это вопрос общинности жизни? Когда мы вместе выращиваем, и вот нам не нужно здесь дерево. В общем да. В общем да. Так вот в этом глубинное отличие. Украинцы никогда не были общинным народом. Потому что это страна хуторян такая. Конечно. Колхозы были очень сильно насажены. Мы не так давно вели серьезную дискуссию по поводу событий 1932-1934 годов. Был ли это сознательный геноцид украинского народа? Или как допустим я считаю, это была акция против крестьянства. Вопрос был не в национальности. Слушайте, в тех условиях акция против крестьянства, это простите, и есть геноцид украинского народа. Наверное, но она была и не только на этой территории, она была в Казахстане. Кстати, очень сильно там Казахстан очень потерял много людей в процентном отношении, даже больше, чем мы. Там не было заград отрядов на территории. Да. Понимаете, это такой фокус. Я согласна с этим. Это тоже отдельная дискуссия. Да, это отдельная тема, но я это к чему веду? Что вот в России колхозы насадили достаточно просто, а в Украине, видите, что потребовалось? Ну просто, потому что подавляли восстания. Да, подавляли. Где? В Новочеркасске? Ну в Новочеркасске это было потом. Да. Но, например. Но были знаменитые восстания по Антоновске? Нет, были, были, были. Было много всего. Были, я согласна, что были. Русское крестьянство не так вот легко пошло под Ерму. Но, тем не менее, гораздо легче, чем украинское. Да. Вот такого вот, такой вот спланированной акции по умиротворению, безусловно, не было массовой. Это правда. Потому что тогда бы вымерло пол России. Да, и сопротивления массового-то не было. А в Украине именно это вот неприятие общинного, оно было. Ну смотрите, вы опять говорите о ментальности сельского населения, о современной Украине, как современной России. Кстати, это уже городское население. А городское население, то это вот вопрос отличий между городским населением. Хорошо, давайте о городском населении. Да, вот как Киев отличается от Москвы. Вот посмотрите, пожалуйста, дворы в Киеве. Посмотрите их. Вот такого количества заброшенных дворов, как в России, именно заброшенных, где жители не хотят ничего делать, гораздо меньше. Они есть. Я далека от мысли, что их нету в Киеве или их нету там в любом другом городе. Знаете, у меня будет московская опция. Я пытаюсь сейчас помнить дворы в других городах России. И тогда я смогу с вами легче согласиться. Но в Москве с заброшенными дворами, то есть здесь больше заброшенных дворов. Нет, вы не поняли, о чем я говорю. Есть двор заброшенный, потому что туда не ходит ни власть, ни жители местные. Да, я понимаю. В Москве дворы благоустроены благодаря усилиям местной власти. Ну это как мой сосед, он, кстати, бизнесмен, вот он возле дома, обычно, там многоквартирного дома, сейчас высаживает какие-то цветы и овощи. Я вот не понимаю, что он, собственно, делает, но клумба есть. У меня то же самое, я живу в 22-этажном доме. Вот то же самое. Соседи по весне выходят, красят, белят, сажают. Я не могу себе этого представить в другой стране. Ну, в постсоветской, имею в виду. Ну, это опять разговор, а если угодите вот этих вот хуторских инстинктов людей, переселившихся в город. Нет, это не хуторские инстинкты, это желание обустроить свою жизнь. Это другое. А почему люди, которые хотят обустроить свою жизнь, могут столько лет обустроить свою страну тогда, скажите? А потому что страну сложнее обустроить. Но начинать все равно надо со своего дома. Вот как только мы все дружненько перестанем бросать окурки, плевать и, извините, кое-что другое делать в лифте, мы гораздо ближе станем к Европе. Мы все равно заканчиваем, так сказать, статами из Булгакова. Не нельзя жить в этом классическом мире столько десятилетий. К сожалению, можно. К сожалению, можно. Вот сейчас я просто, вот я приехала из Львова совершенно потрясенно, я серьезно говорю. Город вылизан языком. И это дело, это не то, что его ходят и убирают. Там просто не мусорят. Это вообще вселяет в вас оптимизм? Конечно. Конечно. Огромный. Я помню, я первый раз попала в Германию, я вышла из трамвая, и у меня случайно выпал билетик. Я бы его подняла в любом случае. Я бы не оставила его там. Но вы бы видели взгляд, который меня наградила проходящая немка. Да, это можно понять. Ну тогда на этой оптимистической ноте поблагодарю Академию Кайлу Лебанову, директора Института демографии и социальных исследований Национальной Академии Наук Украины. Поздравлю с праздником. Спасибо. И вас, уважаемые зрители и слушатели, те, кто смотрит, слушает нас в Украине тоже с Днем Независимости. Желаю обустроить свою страну так, как вы ее видите. И поздравляю всех друзей Украины с этим праздником также. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»